В Ость-Каменогорске прошел открытый кубок по шахматам, организованный Сенатом Парламента Республики Казахстан. В турнире приняли участие более ста участников из Восточно-Казахстанской области. Среди них депутаты Маслихата и общественники. Подробности в сюжете. В турнире приняли участие около трех тысяч человек по всей стране, а из Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более ста участников. Игра проходила по швейцарской системе, отмечают организаторы. Турнир пройдет по так называемой швейцарской системе. Она делается так, так как, насколько я знаю, 103 участника со всей области собирается, и с каждым сыграть не успеет. Поэтому делается такая же рябьевка, как те, кто лидирует, играют между собой. Те, кто чуть пониже, играют между собой. Так играют семь туров, после чего выходит итоговое положение. В турнире приняли участие депутаты Маслихата всех уровней, общественники и журналисты. Поистине уникальное мероприятие проходит. Это открытый турнир по шахматам, организованный под эгидой Сената парламента Республики Казахстан. Зарегистрировано 103 участника. Среди участников депутаты Маслихата всех уровней, общественники и журналисты. Это прекрасный вклад в популяризацию шахмат. Это игра, которая способствует развитию логики, способствует развитию каких-то интеллектуальных способностей. Стоит отметить, что по итогам соревнований будет сформирована команда из 25 человек, которая пройдет из областного тура в полуфинал. В турнире участвуют 6 человек из Зайсанского района. Все хорошо играют в шахматы. Среди нас 85-летний сам тренер, и он нас обучил и привез сюда. В нашем районе часто проходят подобные соревнования среди детей. Шахматы очень полезны для развития интеллектуальных навыков. Стоит также отметить, что в рамках отборочного этапа прошла игра среди юных шахматистов города.